всем огромный привет меня зовут лада и сегодня нас ждет распаковка товаров с алиэкспресс вернее не распаковка а обзор потому что вещи которые я вам буду сегодня показывать уже давно мне пришли и я многие из них уже ношу но последний раз обзор я снимала давно несколько месяцев назад и с тех пор у меня накопилось достаточно товаров чтобы вам показать перед тем как мы начнем обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые интересные видео также подписывайтесь на мой инстаграм и я буду благодарна если вы поставите лайк этому видео потому что это очень помогает развитию моего канала хочу я начать с аксессуаров я заказала себе две сумки первая сумка это вот такая сумка трансформер с очень сейчас актуальным ремнем с широким вот таким сейчас очень в тренде широкие ремни эта сумка трансформер потому что она состоит из трех практически вы можете носить как одну большую одну маленькую две вместе и еще здесь имеется вот такой маленький кошелечек который можно использовать для копеек например или для каких-то мелочей которые нужно держать прямо под рукой например sanitizer сюда положить его можно также перевешивать сюда можно перевешивать на эту перекладину с этой стороны как вам угодно еще имеется вот такая цепочка очень мне нравится такая модель стильно и классно смотрится и нравится то что это практически две в одной сумке потому что и маленькая большая и вместе тоже можно носить следующая сумка я искала себе сумку мешок вот такого плана и нашла ее на алике тоже очень стильно она смотрится здесь надпись the tote bag она очень вместительная и нее имеется здесь внутри карманы и сюда влезет ну практически все что угодно вплоть до маленького ноутбука я взяла ее чтобы сейчас носить в такое холодное время года потому что на лето черная как-то не очень подойдет и у нее такой материал вот она прям сделана из такой твердый будто бы мешковины что ли и прям отлично подходит под всякие пальто под пуховики под куртки вот в общем сумочка однозначно плюс очень она мне нравится и кстати там были разные цвета белая была по моему по моему только белая была но у других продавцов мне кажется можно найти и другие цвета вот в общем вот такое приобретение кстати все ссылки как всегда будут в описании к этому видео так что если вам что-то понравилось обязательно переходите и смотрите также я оставлю в описании мои параметры потому что вещи которые я буду сейчас показывать как мы все знаем на алике размерная сетка очень странная я всегда когда покупаю какие-то вещи обязательно читаю отзывы обязательно обращаю внимание на то чтобы были фотографии людей которые уже заказывали уже получили потому что иногда вещь ну совершенно не соответствует тому как она выглядит на фотографии на сайте теперь мы перейдем к вещам я себе искала широкие джинсы как бы не клёш а джинсы трубы чтобы они были широкие по всей длине ног я девочки обошла все магазины у нас здесь таких брюк у нас сейчас не продают у нас почему-то все скине я не знаю почему хотя сейчас эти брюки широкие самом тренде но в магазинах их нет поэтому мне пришлось искать на веб-сайте на веб-сайтах никаких американских тоже я не нашла и конечно же единственное где я их нашла это шейн и алик долго я читала отзывы пытаясь разобраться какой размер мне нужен потому что когда это sml это очень легко но когда у них идут вот эти размеры 27 26 25 29 и так далее я вообще не могу в этом разобраться потому что нету какого-то единого размера который бы мне подошел иногда я заказываю 27 они приходят нормальные другой раз я заказываю 27 они мне маленькие или большие и так далее в общем начитавшись отзывов я поняла что мне надо заказывать какое-то 28 по моему размер и все равно я немножко не угадала они мне большеваты я думаю что 27 сели бы нам не идеально но в принципе такой лук тоже неплохо смотрится если их надевать с ремнем то они спадать не будут а то что они длинные и широкие в принципе это такая модель я так и хотела если вам приглянуться эти брюки и вы захотите по параметрам понять какой вам размер подойдет обязательно обязательно читайте комментарии потому что там девочки которые уже заказали они дают и свои параметры и пишут о том какой размер они заказали и уже из этих соображений можно как-то сориентироваться дальше у меня вот такой вот черный костюм он стоил ну копейки просто 6 долларов или что-то такое и наличие были различные его цвета я искала именно черный костюм себе хотела с горяча заказать сразу три белый бежевый и черный по моему потом думаю нет не буду я рубить с горяча давай я закажу один посмотрю вообще что за качество посмотрю вообще похож ли он на то как его они вообще представляют и показывают на фотографиях и пришла просто ну синтетика синтетикой хотя изнутри он теплый такой с начесом но снаружи он но не мягкий он вот какой-то прям такой полиэстер в принципе неплохой но хочу сказать что в нем тепло когда я его примеряла я просто в нем запарилась у него такие рукавчики фонарики прикольные когда в принципе на улице холодно с каким-нибудь пальто с курткой можно его надеть или же например дома его таскать тоже неплохо у меня он в размере по моему l да это размер l потому что он сильно мало мерить так что учтите если будете брать где-то на размер или даже 2 берите больше следующее я в себе взяла вот такую простую белую оверсайз футболку потому что мне нравится такой лук с футболками оверсайз их классно таскать какими-то дут дутыми жилетками даже для дома девчонки если вы любите чтобы было удобно и вы любите дома таскать футболки вот но не знаю что то я честно говоря ожидала большего от этой футболки стоила она тоже какие-то копейки и это стопроцентный катон качество хорошее она такая мягенькая и взяла я кстати размер extra large на мой смол представляете потому что я хотела чтобы она была ну супер такая большая вот будто бы я мужа футболку надела я обожаю такой лук в принципе неплохая хотя я и еще кстати не разу не найти не надевала поэтому она в таком мятом состоянии не хейтите меня за это пожалуйста в принципе ничего но такие же футболки можно найти в h&m тоже по 5 долларов 6 долларов и не стоит так долго ждать их с алика и качество у них лучше и на вид в принципе они тоже выглядят лучше дальше я себе заказала два кроп топа у меня уже были такие топы и я их показывала в предыдущих своих видео белый и бежевый они очень очень классно идут ну подо все под пиджаки под жакеты с брюками и джинсами с завышенной талией с пиджаками я обожаю такой лук джинсы маечка такая круп топ и какой-то оверсайз пиджак сверху они шикарного качества очень удобные мягкие и так как я уже сказала у меня были две майки такие я пошла и у этого же самого продавца купила себе еще черную и коричневую чтобы у меня прям были во всех цветах чтобы таскать их с разными аутфитами дальше у меня домашний костюм я себе уже покупала и показывала вам такой костюм серого цвета он мне настолько понравился у нас только удобный уютный мягкие вообще обалденный что я пошла и заказала себе в другом цвете тоже вот такой вот тауповый в размере по моему м в общем дома таскать самое то кстати он такой тепленький даже в холодное время года если у вас дома отопление с какими теплыми носочками таскать просто самый раз дальше что я себе купила я купила себе вот такие белые финки тоже оверсайз такие стрит стайл у меня от этого продавца были серые я в них была влюблена они мне очень нравились поэтому я пошла и купила себе еще такие же белые но честно говоря они не очень оправдали мои ожидания потому что они оказались очень прозрачными в том плане что вот у них карманы впереди они просвечивают вот эти карманы которые висят когда подкладка кармана очень красиво их очень видно если только их куда-то оттуда распороть или как-то их поднимать наверх чтобы они не так глаза бросались или же носить какой-нибудь длинный именно майкой или худи или свитером тогда они не будут так сильно глаза бросаться но в принципе дома потаскать такие штанишки я думаю для дома самый идеальный вариант это размер с у меня теперь мы перейдем к верхней одежде я заказала себе вот такую коричневую жилетку дутик это жилетка в стиле зары очень сейчас актуальная можно ее надеть как с футболкой кстати вот с оверсайз футболкой с рукавами по локоть также она классно смотрится из худи с какими-то свитерами вот в общем на осень и на весну такой пуховичок мне кажется очень классный вариант я уже показывала пухи пуховики эти в своем видео о верхней одежде поэтому если вы видели это видео уже то они вам знакомы если нет то я решила и здесь тоже показать так как это распаковка алиэкспресс а купил я их именно там то надо показать дальше у меня вот такой пуховик это уже удлиненный стеганый с капюшоном он темно-синего цвета на сайте написано что он по моему серый не помню но я вообще ожидал что он будет черный но он пришел синим в принципе неплохо я не разочаровалась можно его классно носить он не громоздкий мне нравится вот этот стёганый принт у него имеется пояс очень классно его носить каким-нибудь спортивным костюмом с кедами шапочкой бени стильный лук получается вот в общем если вам нужен такой пуховик жилетка удлиненный то вам прямиком надо на алик кстати это размер с у меня и сидит идеально не нужно брать м ку если вы любите оверсайз потому что он так и так как бы у него крой такой объемный куртка эта куртка тоже в стиле zara у меня размер extra small и и очень я люблю эту куртку хорошее качество цвет такой обожаю мой любимый удлиненная хорошо прикрывает сзади все и спереди и в дождь ее классно таскать потому что она в принципе куртка дождевик единственный косяк который случился у меня с этой курткой у нее вшит неправильно карман не той стороной и просто руку туда засунуть никак не получается вот но только ради этого я не стала отсылать назад потому что мы сами знаем как работает сейчас почта все эти границы закрыты и ждать еще месяц-два пока она туда уйдет потом обратно придет и уже наступит весна и даже может быть и лето поэтому я не стала заморачиваться и отсылать назад только из-за этого кармана в принципе ничего так тоже можно ее носить вот и все это были все мои покупки которые я успела сделать за время с нашего последнего видео если вам что-то понравилось опять-таки повторюсь что все ссылки в описании к этому видео вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь на мой канал и мы с вами увидимся в следующем ролике пока это видео до конца пока и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok